Привет интернет, с вами Илья, это наш Игродень и новости мобильных игр. Сегодня мы затронем тему Apex Legends Mobile, ведь мы ждем новую бета-версию. Также посмотрим на отличный мотокросс, на красивую игрушку Wilderals и другие интересные проекты. Жми лайк, пиши комменты, чтобы попадать в выпуски и давай начинать. Поехали! Ну а в самом начале я хочу показать топовый монитор AOC24P2C. Это замечательный монитор, ориентированный на бизнес-сегмент. Это монитор с Full HD разрешением, качественной картинкой и 75 герцами. Монитор стильный, качественный, так что впишется в любую комнату и под любые задачи, как для игр, просмотра фильмов, так и для работы. Лично я его затестил в работе с монтажом и могу сказать, что монитор отличный, тут замечательные цветопередачи, а также хорошие углы обзора. В целом в играх все тоже было отлично, так что для игрушек тоже можно рекомендовать. Также в мониторе меня очень порадовали такие вот узкие рамки, а также возможности в регулировке положения, то есть по высоте и наклону. Это можно под себя настроить. Короче, монитор замечательный, так что всем советую и ссылки, конечно же, оставила в описании. Ну что ж, а теперь переходим к игрушкам. И начнем мы сегодня с необычной игры с точки зрения, визуала и стиля. И это игра Данк под наши с вами мобилки. Здесь недоступна безумная графика аски, как в рогаликах 80-х годов. И все это еще и в 3D. Выглядит очень необычно и интересно, так что понравится любителям ретро 100%. Задача игрока здесь следующая, это найти три ключа и выход из этой локации. Звучит просто, но не тут-то и было, потому что врагов очень много. В игре полностью случайная генерация уровня, а также расположение оружия и различного лота. Здесь мы будем собирать зелье, еду и так далее. И все это, чтобы выжить. Также в игре имеются голодные монстры, с которыми мы и будем сражаться. Игрушка классная, так что попробуйте. Так, идем далее. И вторая игра на сегодня у нас для любителей пострелять. Legend Strike Online. Бегаем по картам и стреляем. А также уничтожаем врагов и получаем ценные призы. В игре много режимов, можно гасить боссов, участвовать в перестрелках. Есть режимы с техникой и так далее. Также игра порадует огромным наличием популярных пушек, а также бодрых скинов. Таким образом, кастомизируем оружие на свой вкус, чтобы стать самым модным на этом серваке. Кстати, в игре очень легко на самом деле подниматься. Например, пушку УЗИ можно приобрести буквально за пару каток. А также в самом начале нам дают бонус 5000 монет и 10 кристаллов. Это для новых игроков. На самом деле это круто. Игрушка мега интересная, потому что здесь очень много режимов. А также есть 15 мини-игр, в которые тоже можно классно поиграть и получить вознаграждение. Игра, в общем, такая масштабная. Врагов будет много, поэтому нужно и много боеприпасов. Так что если у вас боеприпасы заканчиваются, то нажимаем на эту кнопочку и закристаллы снова их приобретаем. В общем, игрушку пробуем. Анонсирован симулятор гонок на мотоциклах MadSkills Motocross 3. И релиз будет в конце этого месяца. В предыдущей части был режим PvP, чего мы и ожидаем от третьей части. Также здесь стоит ожидать еженедельных и ежедневных соревнованиях. Байки, скорее всего, можно будет кастомизировать под свой вкус. Таким образом, они будут индивидуальны. И, в общем, игрушка должна выйти уже 25 мая на iOS и Android. Так что сможем круто покататься. Ждем эту игру. Стартовал ранний доступ игрушки Wildress для Android. Здесь мы исследуем мир в форме медведя. Мы перерегиваемся от третьего лица на ногах, в лодке или на корабле. На заднем фоне будет постоянно играть пианино, который добавляет такой расслабляющий эффект. Если хочется построить посреди леса дом, то делается это, в принципе, легко, буквально одним тапом. Также игрок может превращаться в лошадь, медведя, лесу и других животных. Проектом занимается один инди-разработчик и получается, по-моему, вполне неплохо. The Sense Point. Классический point and click с пластилиновой графикой для наших с вами мобилок. На самом деле, это духовный наследник такой популярной игрушки, как NeverHot, которую вы посискали еще в 96-м году на Windows и PlayStation 1. Ну, такое. Если вы хотите поиграть во что-то похожее, то теперь появляется и игра для наших мобильных девайсов. Короче, стоит заценить. Apex Legends Mobile. Скоро нас ждет новая бета-версия этой игры. Уже 9-го мая бета-версия Apex Legends Mobile запрашивала обновление, а также вышло очередное обновление игрушки за 10-е мая. Это все означает, что обновление выходит и бета-тест, скорее всего, начнется совсем-совсем скоро. Ну и теперь самое интересное и также блайн-фа о том, что люди на Филиппинах начали тоже получать возможность установки этой игры. Вообще, предполагают, что закрытый бета-тест начнется 11-го или 12-го мая уже на Филиппинах, поэтому, скорее всего, на днях уже сможем поиграть. В общем, как только игра появится, я вам сообщу, так что следим за данной игрой. Что ж, ну и в конце, конечно же, у меня отличная рекомендация мобильного сампа. Советую сервер Mordor Roleplay, на котором сам тоже игра. И нам доступно 3 остальных сервера. Есть фан-сервер, отличный онлайн, море куэстов, работы и так далее. Короче, залетай, если любишь GTA-шку, ссылка есть в описании. Ну что, а на этом наш новостный видосик на сегодня подходит к концу. И, как обычно, я жду от вас лайки, комментарии, а также подписывайтесь на канал, чтобы быть в теме всех мобильных игрушек. Ну а так у микрофона был, как всегда, Илья, и скоро мы вновь увидимся. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok